Всем привет, друзья! С вами Amway921, и, наверное, многие из вас в курсе, что разработчики выкатили вторую версию общего теста патча 9.22. И в этом видео мы ознакомимся с основными изменениями, которые нас там и ждут. В конце концов, некоторые параметры, особенно новых танков, немножко поменяются, и не все из них будут радужными, поэтому, ну, короче, держим ухвостро, да, я буду вас, как бы, держать в курсе всех этих новостей, чтобы вы потом не удивлялись, мол, как же так, а вроде бы было по одному. Общий тест, он на то и общий тест, что что-то там нам показывают, потом собирают статистику, что-то правят, короче, как обычно. Собственно, начнем с того, что самого, наверное, простого такого изменения, которое идет особнячком, это то, что танк ФЦМ-50Т, тот, который сейчас перед вашим вниманием ездит, его убирают из ветки прокачки. Убирают не из игры, важно понимать, то есть он у тех, кто его купил, останется. Его просто убирают из деревоисследований таким образом, что теперь его за голду в игре купить будет нельзя. Если он и будет продаваться только через прям магазин, как какой-нибудь там акционный танк и так далее. То есть он покидает нашу игру из свободной продажи, ну, так как же было с другими там, например, негодниками, типа китайских, некоторых и прочее. Что это все означает? Ну, во-первых, на американском сервере поговаривают, что он придет в продажу, но на ограниченное количество времени. Ну, типа последний шанс, да, там, типа такая очередная попытка накрутить какую-то вот дефицитность, да, и будущую эксклюзивность этого танка. Может быть, у нас такая будет продажа, пока это неизвестно. Но я думаю, скорее всего, будет, иначе Wargaming был бы не Wargaming, попытку там срубить последнее. Что это все означает? Ну, тут первый момент, наверное, в том, что сам по себе танк ФЦМ, он уже далеко не тот няшный, комфортный парень, который всегда был многими любим. Во времена старого матчмейкера он был действительно предельно комфортен, потому что его льготный уровень боев и высокое пробитие позволяло ему все пробивать, все, что можно, за небольшими там исключениями на бронебойдах. Если на чем-то и проще всего было фармить, это ФЦМ, потому что, ну, может быть, он как тяжелый танк не совсем тяж, у него брони особо-то нет, но зато у него скорость, как у среднего танка, и играется он как СТ-шка. То есть, если руки растут из нужного места, то никаких проблем, на нем можно было спокойно фармить тонны серебра. Особенно часто можно было его встретить в каких-то командных боях, там, где оборачиваемость боев еще быстрее, ты еще быстрее фармил без особого какого-то там напряга, что ли. Ну и что в итоге? В итоге появился новый матчмейкер, где как-то так вышло, что у ФЦМа перестало быть много корма. Танк практически не видит против себя шестых уровней. То есть, их, как понимаю, просто не бывает столько в матчмейкере, игроки не играют столько на шестерках, чтобы обеспечить все бренд-танки восьмого уровня льготные, да, вот этими боями. Ну, а раз их мало, то и в основном такие бои, как этот, случаются. Изредка бой трехуровневый, как здесь, 3 девятки, ну, там, 3-5-7 и так далее. Чаще всего либо одноуровневый из восьмерок, ну, а еще чаще, наверное, двухуровневый, где 5 девяток и 10 восьмерок. В этих боях, конечно, не скажешь, что ФЦМ прямо совсем соснулая машина. Вовсе нет, он не страдалец, но он точно не тот танк, который чувствуешь как льготный, простой танк для фарма. Вроде бы ты и пробиваешь всех, но нету слабых врагов, нету врагов, которые тебя не пробивают, нету врагов, которые для тебя какую-то бы не представляли опасности, заразовых уронов там или еще чего-то. Девятки, восьмерки с такими большими альфами, бронепробитиями, ФЦМа ничего не оставляет хорошего. И даже наоборот всплывает такое неприятное чувство, что время сведения, например, и стабилизация у этого танка не лучшее. И будь он часто воюй против шестерок, это, наверное, было и правильно, балансный параметр. Но сейчас тебе просто не хватает. То есть ты начинаешь сводиться, еле-еле сводишься, чтобы кинуть пульку на 240, в ответ получаешь на 390, на 400, на 440, 490 и так далее. То есть размен невыгодный. И все, что тебе приходится делать, это как-то вот метаться. Метаться по углам карты, по красным линиям, где-то быть за спинами. Ну, в общем, это не очень весело, прям скажем. А это просто теперь у него реальная жизнь, бой за боем. Кстати, вот данный бой, который мы сейчас смотрим, это прям вот рекордный бой. Ну, мне лень было на нем что-то наигрывать, да, тупо с фото-реплесс, что-то там взял с краю. То есть он иногда может тащить, конечно, без сомнений, но в целом довольно скучновато на нем играть. В общем, не хотел долго тут размазывать кашу по тарелке про этот танк. Собственно, недавно же делал видео, где все это подробно расписал. Но вот если короткий вывод, то появится он в продаже какой-то, вот типа последний шанс успей купить. Я не рекомендую его покупать. Ничего в нем нет интересного. В игре гораздо больше сейчас танков, которые значительно веселее, интереснее, что забавно, дешевле, чем этот. То есть ФЦМ, ну, ничем сейчас не привлекает, собственно говоря. Он может быть не самый плохой, но далеко не самый лучший. Интересно другое. Маргейминг не делает какие-то точечные правки. То есть не оттягает ТТХ там влево-вправо у танков, у льготных. И, как бы, выводя их из продажи потихоньку, намекают на то, что ничего с ними делаться либо не будет, что очень странно, либо будет, но что-нибудь такое, чтобы оптом для всех танков этих разом или как-то еще. Не знаю, остается только догадываться, но ясно пока лишь только то, что никаких пока попыток, никаких пока более-менее заметных телодвижений от Wargaming в сторону того, чтобы льготные танки наконец получили свои бои против шестерок и семерок, пока их не видно. Вот что печально. Ну, а мы идем дальше. Небольшим изменением подвергся топовый новый советский тяж Объект 705А. И самое главное в этом то, что ему немножко улучшили бронепробитие голдой. Раньше у него кумулятив пробивал 310 мм, сейчас 317. Вот уж не знаю, какой там линейкой вымеряли в Wargaming, что вот именно 317 нужно, не 15, не 20, а вот 17, но, видимо, им там виднее. Ну и вторая новость, наконец, подкатили ему возможность ставить красочные камуфляжи. Раньше почему-то краски на нем не отображались, но это, видимо, торопились как обычно, не успели все доделать. Сейчас он вроде бы позволяет наносить любые краски, которые возможны на все элементы. Это хорошо. До сих пор, блин, до сих пор интересно, как же будут выглядеть у него отметки на орудии. Неужели будет кожух отодвигаться, который там, вон, прикован к стволу, или все-таки влезут там 3 звезды, или одна не влезет, а две остальные влезут. Короче, интересно, по-прежнему мы ждем, по-прежнему любопытно. И последнее изменение, которое сделали с этим тяжем, это броню в верхнем бронелисте немножко апнули. Там раньше было 170 миллиметров, теперь будет 175. Всего 5-ти миллиметровая прибавочка, и вроде кажется, это незначительно, но там достаточно хороший угол наклона этой брони, если что. Он составляет целое 60 градусов, и если раньше там было 340 приведенки, теперь 350. А это как раз в аккурат, чтобы его голдой не пробивали в этот верхний бронелист. А именно, какие-то ПТшки его, конечно, будут голдой шить в ЛД, но другие танки, средние, допустим, или другие тяжи, если и это будут делать, то с большим скрипом, да, то есть в меньшем количестве попыток, нежели чем раньше. То есть сейчас он где-то, ну, 50 на 50 пробивался, а будет, наверное, может быть, в четверти случаев, ну, или что-то типа того, короче. Также немножко улучшили броню у ПТшки, Объект 268, вариант 4. Лично мне на тесте она не понравилась ни разу, потому что голдой ее пробивают, как того же Е-СОП, ну, практически каждым шотом ничего не сделаешь. Но вот сейчас ей нарастили броню в нижнем бронелисте, если раньше там было 290, теперь будет ровно 300 миллиметров, и броню ЛБА Рубки, если там было раньше 250, станет 260. Небольшая прибавка даст прибавку к привиденке, что позволяет сказать, что ТПТ будет действительно более бронированной, чем сейчас есть. И голда ее, опять же, будет пробивать не раз через раз, а может быть, там где-то, ну, в четверти случаев или около того. Получается, что в нижнем бронелисте привиденных миллиметров станет 346, а ЛБА Рубки 339. Ну, это вот прямые, да, если ты смотришь на него прямо в лоб. Если она немножко довернула, то привиденка еще возрастает. Короче, она должна начать танчить. Правда, ПТшки не залатали дыру в маске, вот за экраном, который такой 260 миллиметров, не самый-то и толстый, за ним нулевая броня. Справа от орудия прям, слева нормально, справа дырка. То есть, это место тоже можно пробивать даже ББшками всякими. По девяткам, значит. Объект 430 обзаведется, наконец, нормальной голдой. У него ствол один, да, другого нет, топовый и стоковый, это одно и то же все. Раньше, если голда пробивала 248 миллиметров, то есть, как ББшки у обычных девяток, то теперь будет 270. Не 330 какие-нибудь, а всего 270. Ну, это однозначно лучше, чем 248. Если по остальным танкам все изменения были положительными, да, и не везде получили какое-то улучшение, то вот Объект 257 понервили к чертям собачьим. Ну, только, наверное, Слипому было не очевидно, что это имбалансный танк, что он слишком крут, что его броня бортов слишком непробиваема, что его пушка с голдой убивает все, что шевелится. Разработчики это заметили. Во-первых, довольно сильно нерфанули бронепробитие кумулями, где оно было раньше 340. Ну, вы понимаете, любая десятка пробивается с таким бронепробитием, ну, кроме, наверное, ОК, там, этой ПТ-шки новой, а станет 315. 25 миллиметров улетело. 315 миллиметров нам хватит для того, чтобы пробивать в выязвимые места танки, например, тяжи 10 уровня. Но с какими-то серьезными противниками, типа Type 5 Heavy, или даже с Маусами с теми, наш танк будет испытывать значительные проблемы с этим связанные. Короче, печаль не понагибать на имбе. Но чтобы жизнь меду не казалась, ему еще и броню бортов нерфанули просто в какахе. Раньше вот там маленький, еле заметный элемент, зелененький, толщиной был 65 миллиметров, и вы видите, насколько броня у танка сумасшедшая, он такой треугольный в сечении, встал ромбом, и тебя никто не может пробить никуда, кроме верхней скулы, верхнего бронелиста. Сейчас там не 65 миллиметров будет, а 40 миллиметров. И это еще не все. Еще броня у него та, которая основной корпус, та, которая желтая. Раньше броня бортов над всем этим, над фальшбортом, была 140 миллиметров. Крепче, чем верхний бронелист даже. Теперь все 130. То есть еще минус десятка сверху. Ну и добавок, у него, кстати, как вы видите, небольшое отличие в подвеске. Раньше почему-то и сделали какими-то дурными, такими, не знаю, туннелями, которых, по идее, визуальной модели нет, а в колей же не были. То есть сюда можно было выстрелить фугасом, например. Сейчас это убрали, да? Теперь там у него спокойный такой проезд. Короче говоря, отдел по созданию новых имбовых танков варгейминга немножко, видимо, стал работать менее эффективно, да? И геймбаланс возымел свое. Будем смотреть, на что это повлияет в итоге. Ну а пока вот такие вот новости. Судите сами, на что они могут повлиять. А я был вам рад об этом рассказать. Если вам понравилось видео, то обязательно поставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новости. И всего вам самого лучшего, самого доброго. Увидимся, пока-пока.